Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Хотели, как лучше. После ремонта дороги на Новороссийск теперь требуется ремонт автомобилей. Государственная поддержка. Кто может рассчитывать на индексацию пенсии и увеличение социальных выплат? Кормушки для птиц. Юные анапчане заботятся о пернатых друзьях. Анапа – круглогодичный курорт. Цель, которая становится ближе. Туроператоры России предложили субсидировать перелеты в Анапу и Сочи для того, чтобы россияне отдавали предпочтение отечественным курортам. Согласно предложенной программе, деньги на субсидирование авиаперелетов туроператор будет перечислять на прямую перевозчику. Сейчас в список городов, на дорогу до которых могут быть введены скидки, помимо Анапы и Сочи, также вошли минеральные воды. В Ассоциации туроператоров России считают, что такая программа поможет сделать курорты востребованными в межсезонье. Самые актуальные на сегодня темы для жизни курорта обсудили на общегородском планерном совещании в администрации. Раз в месяц Анапа сверяет часы. Власти встречаются с руководителями городских служб и ведомств. О кадровых изменениях в начале совещания. С городскими руководителями всем работать. Их имена должны быть на слуху. 13 января 2016 года на должность начальника управления торговли и потребительского рынка назначена Хаконова Юлия Владимировна. 15 января 2016 года на должность заместителя главы муниципального образования города Курорт Анапа назначена Анжелика Анатольевна. Она будет курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства. О планах благоустройства заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова. Со следующей недели начнется реконструкция участка улицы Горького от Краснодарской до Гребенской. А также ревизия городского хозяйства, замена старых урн и ремонт лавочек. Защитить от вандалов, что зеленые насаждения, что важные элементы благоустройства помогут видеокамеры. Тем более защищать есть что. За последние пару лет порядка тысячи лавочек поставили. Обход мы делали в субботу. Я вот спрашиваю и удивляюсь. А как раньше было, не было этих лавок? На каждом углу позиция, я помню, была какая. Чем меньше лавочек, тем меньше мусора возле них, тем меньше убирательных. Но это неправильная позиция. Но сегодня у нас условия, я же говорю, порядка тысячи лавочек поставили по Анапе. Удобно же? Удобно. И ничего страшного не случилось. Убираем. До 20 апреля для предпринимателей продлена возможность установки единой государственной автоматизированной системы. Для обывателя это будет выглядеть так. При покупке алкоголя с помощью специального пиар-кода на чеке потребитель сможет отследить путь продукции от производителя до магазина. Прозрачность оборота алкоголя – требование закона. И его надо исполнять. Сегодня мы должны предпринять все милы к тому, чтобы не допустить нарушения закона у нас на территории. И вот эти объекты, о которых вы говорите, не немножко времени, а время было. И тема номер один на сегодня – пополнение бюджета. У меня ряд вопросов и ряд заданий, которые направлены все, подчеркиваю, на пополнение доходной части бюджета. Потому что другого варианта исполнить наши социальные обязательства перед населением я не вижу. Мы на сегодняшний день продолжаем разрабатывать мероприятия по всем видам налоговых и недалоговых поступлений. Вы их будете, исполнители, получать в письменном виде. И по этому вопросу пощады от меня не ждите. Если переполненную урну мы можем убрать путем крика, шума, доказывания друг к другу, то эта работа требует вдумчивого, ежедневного, если хотите, кропотливого подхода. И если ее не выполнять ежедневно, на какой-то промежуток забывать о ней, а потом выполнять компанейщины, то бюджет мы будем иметь дырявый, а у нас есть все возможности иметь нормальный бюджет, который мы запланировали. С февраля в России на 7% увеличены размеры всех социальных выплат, кроме материнского капитала. При этом, как и раньше, всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума, установленного для этой категории граждан в регионе проживания. Для Анапы в этом году нижняя планка совокупного дохода определена в размере 8 418 рублей. Это все выплаты. Пенсия, ежемесячные выплаты, дополнительные выплаты, выплаты социального характера, это всевозможные пособия, компенсации коммунальных платежей, расходы или получение талонов на проезд, на топливо в сельских жителей. Все это включается в совокупный доход. Так вот, если этот совокупный доход ниже прожиточного минимума, то до прожиточного минимума, как сумма разницы, доплачивается федеральная социальная доплата. С 30 сентября по 31 декабря 2015 года, это период, за который работодатели еще не представили нам информацию, и представят в апреле месяце. На всех граждан, которые уволились в этот период, нам предоставят сейчас работодатели, мы их проиндексируем, и гражданам приходить сюда не следует. Но если некоторые из граждан, которые могли уволиться в январе, в феврале, в начале февраля увольняются, они к нам приходят с трудовой книжкой, паспортом и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования. Также на 4% будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Особенностью этого года стало то, что индексироваться они будут только у неработающих пенсионеров. Под эту категорию в Анапе попадает более 33 тысяч человек. За дополнительной информацией можно обратиться с 9 до 16 часов по телефону горячей линии 462-31 или записаться на прием по интернету. Небольшие поселения и однотипные бюджетные организации будут укрупнять. С таким предложением выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Есть поселения, где денег нет и на зарплату трех человек. Нет у них и ни одного бюджетнообразующего предприятия. Если у главы нет денег на содержание собственного аппарата, как развиваться поселению? Предлагаю оптимизировать, где можно укрепить поселение. Давайте укрупним, сказал Кондратьев. Нужно также рассмотреть возможность слияния однотипных учреждений, нормировать численность их персонала. Но каждый такой шаг должен быть просчитан и выверен, добавил глава региона. Сегодня в крае около 6 тысяч бюджетных учреждений. Губернатор поручил проанализировать ситуацию и внести предложение к 1 апреля. Автовладельцы Анапы готовы отстаивать свои права в суде. Из-за некачественного ремонта участок федеральной трассы Новороссийск-Анапа в районе Хутора Рассвет рикошетит гравием стекла автомобилей. Кто возместит ущерб от выбитых стекол и сколов на автомобилях? Федеральная автодорога М25 – основной путь из Анапы в Новороссийск. Проведенный в прошлом году ремонт обернулся проблемой для сотен автомобилистов. Сегодня они собрались на месте их бед, чтобы коллегиально решить, как понудить заказчика управления дорогами Черноморья устранить нарушение технологии ремонта. Федеральное ведомство признало проблему, но решать не спешит. На этой дороге получил несколько повреждений, начиная с октября месяца. Это было и лобовое стекло, и сковывает на кузове, бампере. На прошлой неделе у меня вылетело боковое. И начал, как говорится, заниматься сам этим вопросом. Начал интересоваться, искать источники. Узнал, кто подрядчик, кто заказчик. Ну и начал уже потом просто наблюдать за технологией, как говорится, производства работ. Как это делать, в какое время и так далее. Ну и с учетом того, что были периодические публикации в социальных сетях, понял, что делом нужно заниматься, потому что не я один пострадал. Городские власти обозначили перед исполнителями ремонта проблему еще в октябре прошлого года. После многочисленных обращений водителей, глава Анапы потребовал от транспортников выехать на трассу вместе с заказчиком и составить акт осмотра. Ответ от Упродор Черноморья. Дорогу восстановят, как только установится благоприятная погода. Тем не менее, власти Анапы не оставляют заказчика в покое. Нами также на прошлой неделе за подписью главы были подготовлены письма повторные в адрес Упродор Черноморья, Анапской межрайонной прокуратуры и ГИБДД для принятия мер к понуждению подрядчика по устранению выявленных дистантов. Автолюбителям рекомендуют обращаться в суд. Все основания для требований возмещения ущерба есть. Уже четыре года сотрудники заповедника Утриш проводят акцию «Поможем птицам перезимовать», в которой принимают участие все желающие. В основном это дошколяты и учащиеся начальных классов. Ребятам необходимо смастерить и вывесить кормушку для птиц, вести наблюдения за пернатами и, самое главное, следить за тем, чтобы в кормушке всегда был корм. Отчеты о проделанной работе необходимо присылать на электронную почту заповедника. Не секрет, что зима и весна – самое тяжелое время для птиц. И подобные мероприятия – самый простой и наглядный способ научить ребенка с любовью и заботой относиться ко всему живому. Конкурс «Поможем птицам перезимовать» продлится до 1 апреля. И это далеко не единственная акция, которую организовывают сотрудники заповедника. Ежегодно мы проводим научно-исследовательский конкурс «Заповедник». Он как раз сейчас идет, на котором участвуют школьники и студенты, представляя свои проекты. И самое важное, что они имеют потом практическое применение. Допустим, ребенок написал проект игры настольно-печатной, и уже сейчас мы эту игру презентуем детским садам, школам, и в нее можно поиграть и узнать об обитателях нашего заповедника. Кроме того, есть у нас и творческий конкурс «Мотивы утреша», он ежегодный конкурс. Потом участники нашего конкурса «Лучшие работы» отправляются на всероссийский конкурс. И в этом году у нас есть диплом третьей степени учащегося школы, художественные школы на улице Крымской, которая находится. Вот результаты у нас есть. И кроме того, детские рисунки мы используем на своей сувенирной, печатной продукции. Их видят все, узнают. Деткам очень приятно. На календарике у нас были также с рисунками детей мы издавали. Победители акции «Поможем птицам перезимовать» будут награждены грамотами и подарками. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте заповедника или по телефону 396-61. А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 3 февраля в Анапе ясно. Температура воздуха днем плюс 8, плюс 9. Ночью до 7 градусов тепла. Ветер южный 11 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 5 градусов. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди. Четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300.